свой очередной сюжет программы youtube я вам показываю к чему этот дивный сюжет две вещи которые меня очень сильно волнует зачем нам по ушам проезжают с нашей энергетической составляющей то есть везде везде и всюду нам говорят что мы очень и самые мега крутые по баррельном месте миллионов головного газа давайте посмотрим вопрос номер два я толком не понимаю почему у нас такой дивный курс доллара я этого не понимаю может быть вы поймете я не знаю вот но в связи с тем что я вам показываю что такое интернет у меня возникает дивный вопрос меня товарищ есть который говорит что лёш чулейкин ты вообще не что я не говорю что какой-то крутой я об этом не говорю обыкновенно такой же перец как и вы единственное в чем возникает у меня вопрос я знаю английский язык понимаете знаете ли вы его это вряд ли вот может быть некоторые знают английский язык но в принципе вам уровня английского языка хватит даже полученного в школе чтобы залезть туда куда надо я человеку сейчас прям продемонстрирую ну чтобы я ни о чем не говорил что английский язык это все-таки интернет ориентированный язык самое простое что мы можем вам продемонстрировать это википедия то есть туда вбиваем википедия я ничего с ним буду делать потому что проблемы и сразу начинаем понимать вот википедия воткнули посмотрели теперь смотрим сколько статей на английском языке нормальная сумма видели эту количество статей видели да окей давайте поговорим о том что интернет ресурс смысле часть интернета говорит по китайские по японски сейчас в бок проведу сколько статей ну чуть-чуть больше но не так чтобы много было вот давайте посмотрим сколько по российски то есть тоже совсем немного то есть о чем мы говорим мы говорим что интернет это англоязычная структура извините так она есть раз то англоязычная структура задать покопаемся в дебрях интернета так вот дебри интернета завели в день в россию поверьте мне в россию вот недавно он пришел вот дебри интернета завелись естественно в америке вот вы конечно хотите что вас там mozilla firebox google chrome и еще что там я уж не помню что вот это были крутые поисковики нет они не крутые поисковики я вам честно скажу что самый крутой поисковик это уже будет для всех понятен маг называется а ол как он называется америка онлайн так вот когда появился интернета появился естественно в америке все люди на английском языке естественно начали там копошиться если вы что-то хотите конкретно узнать без наших вот этих тараканов и поисковиков до который ну по сути не являются ничем то 70 процентов всего интернета работает в режиме а он дот ком дайте в объем давайте в объем а ул дот ком посмотрели так нормально было теперь вот теперь уже на английском языке сейчас вам покажу то есть вы хотели узнать сколько мы получаем газа и нефти да легко топ 50 oil refinery company ям от продемонстрировал также можете все это сделать принципе ничего сложного нету вот он показывает статейка дает куда надо залезть абсолютно спокойно и нормальные статейки без признаков там крути визны и все остальное вам показывает что она вам показывает ну дать посмотрим сколько мы вообще получаем нефти давайте посмотрим то есть вот это все это и относительно не россия мы где-то находимся где-то в пределах двадцатки ну чуть чуть раньше ну и данные вы посмотрите сколько мы добываем сколько сверху это говорит о том что мы даже не вторые игроки мы вообще-то мне игроки мы честно говоря бред сивой кобылы я вам это дело в демонстрирую и когда вы смотрите телевидение вы должны понять что когда вам по ушам втирают что мы такие крутые мы не крутые и и не надо нам об этом говорить теперь замечательный другой вопрос сколько нефти мы отбиваем тут же тыкаем тут же тыкаем просто смотрим а теперь станет совсем очевидно еще раз мы вам говорим что мы типа крутые да у нас нефть везде и всюду и так посмотрели сколько мы добываем то есть если взять вот это все собрать сверху вот это все и растянуть я не думаю что здесь хватит экрана а мы мы всей компании наши вот столько добываем то что мы такое да ну не занимаемся мы нефтью отвалите вы от нас мы обыкновенно нормальная страна которая ну каким-то образом существует как она существует вот это прикольно обратно вернемся в википедии то есть залезем туда на википедию вот давайте посмотрим наш российский бюджет сейчас станет совсем жестко и совсем очевидно и вы теперь поймете что мы не стоит ни о чем говорить когда вы смотрите телевидение телевидение это такая штука как называется долбежка да я этим делом занимаюсь 20 лет она телевидение работы представляете сколькими людям мозги вынес но по сути событий мозги то я выносил немножко в другой структуре когда я занимаюсь автостопом домом милом дом естественно автостоп это была коммерческая передача потому что надо было денег заработать но сегодня сейчас нет вот давайте посмотрим проект бюджета проект бюджет точнее на 2015 спокойно демонстрируемся вы говорите что мы на нефти сидим ну давайте посмотрим сколько у нас налог на нефть 17 с половиной процента 17 с половиной процента давайте ндс посмотрим вот за счет ндс и прочей составляющей мы живем то есть вы я все остальные вы платите а нефть это 17 процентов 17 процентов еще раз мы не на втором месте мы общение о чем все что мы не делаем как мы не занимаемся с нашей оборонкой мы финансируем вы я все финансирует бюджета предприятий посмотрите сколько пять процентов нормально то есть если бы мы были нормальными людьми да то у нас бюджет и предприятий это было бы 60 процентов представляете 60 процентов конечно мы примерно в ту же степь вернулись когда мы работали с китаем то китай это все дело давно давно прошел и сегодня и сейчас бюджет и предприятий то я даже не знаю не буду смотреть то есть пока мы не поднимем с пяти процентов до 65 процентов то извините мы будем аграрной страной куда все все и продают то есть я конечно понимаю прекрасно что магнитогорск это супер город таких городов немного где одно нормальное предприятие градообразующих которые платят деньги у всех порядке пожалуй круче только нижний тагил потому что два предприятия одно оборонкой занимается другой нижний тагильский металлургический комбинат вот а других таких мест и нету посмотрите на наши большие торговые центры смысле большие города там вообще нету предприятий то есть по сути если бы не 20 предприятий градообразующих точнее образующих наше общество в том числе магнитогорске металлургический комбинат нам бы вообще просто жить бы не пришлось но нам хорошо мы живем в хорошем городе теперь возникает вопрос ценой на бензин ну понятно что ее по сути нету и мы от нее не живем а вот вопрос что такое валюта почему она так скачет я не понимаю почему так скачет я этого не понимаю гораздо проще жить как китай то есть приравняли и жесткой работаете не надо нам это это проезд по ушам понимаете я конечно прекрасно понимаю что не вы не я никто не другой не пойдет не покупать валюту но мне приходится потому что знаете у меня проблемы с головой да и мне надо будет ехать в китае а там извините нужно будет валют это я серьезно объясняю в китае в китае вы все купите только на китайские юани то есть как только приехали поменяли валюту и только в китае вы рассчитаете с китайскими юанями никакой другой структуры с пересчета с юань на доллар там не существует китае это нормальное коммунистическое государство я про то же самое вам говорю вы в нормальной стране в зайти куда-нибудь но допустим в индию попробуйте рассчитаться долларами ничего не получится надо будет их менять потому что вы не только рупии также как в тайлане только бат и если у вас доллар просто поменяйте а потом только батами рассчитаетесь не надо никому проезжать по ушам и там как-то у людей таких проблем нету доллар не доллар все нормально в принципе это возникает вот что мы сейчас и к чему мы сейчас приходим хит абсолютно идиотские суммы по долларов эквиваленту и евро вы не я никто это не покупает естественно покупают банки по одной простой причине банк в свое время сколько было в россии тысяча штук нормально это называется пирамид только наоборот то есть поставили банки начинаете пирамидизировать берете там кредиты за три процента в америке там еще где-то вот потом нам продаете за 65 процентов и живете нормально хороший бизнес что такое к таким же пирамидка можно оттестись наши страховые компании то есть вот у меня проблема до глиобластома головы я третий год живу меня вторая группа инвалидности понимаете да я обращаюсь к нашим банкам ребят застрахуйте но у меня же проблема получается по сути я брал кредит у сбербанка миллион триста рублей я ему отдал уже миллион восемьсот то есть ну застрахуйте да косичок да и все там там немного надо будет по сути я бы это дело оплатил но никто ни одна страховая компания не работает со мной крутизна да крутизна да и только как всегда телефон начал работать ну да ладно не в том что дело то есть вот вот это две пирамидки которые везде и всюду работают когда мы с ними разберемся я понятия не имею может ли государственными разбираться до государственными разбирается но вот помните до 5 процентов 5 процентов то есть если они сейчас все за раз крик ну да то есть эти количество еще уменьшится потому что в банках люди работают а любой банк любую банку с примерно мгт так куб магнитогорский подразделение газпром банка если все 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 собрать ну как минимум там тысяч человек получается да это только тысячи человек магнитогорский сбербанк там сбербанк это скорее так и останется газпром банк так и останется это бы так и останется а вот все остальное говно ну вот его надо прихлопнуть то есть они не могут вот это все дернуть понимаете оптимальный результат был бы если мы плюнули на все и тупо жили в россии мне в россии нравится россия правильная страна где люди хорошо относятся где человек сказал человек сделал это очень правильно потому что я посмотрел другие места дня нигде и больше я бы не хотел даже жить потому что такого нету конечно у нас огромные проблемы но давайте вы эти проблемы решать вместе и прекратите людям засирать мозги это я обращаюсь к тем кто меня смотрит работникам телевидения хватит ну хватит но мы же не такие идиоты как вы думаете а